Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Одно из моих самых популярных видео, которое, кстати, сейчас YouTube мне удалил, это то, как я поднимался на Южный мост. На Южный мост я поднимался с Теймуром и пару раз еще был с Женей, короче, на Южном мосту. Многие из вас знают Теймура, многие знают Женю. Теймур вообще, можно сказать, бог Южного моста, потому что он, наверное, был больше, чем кто-либо. Он на Южном мосту был где-то, наверное, тысячу раз. Тысячу раз где-то был, да? Да, если не больше. Но Южный мост посетить можно не только сверху, а еще, как оказывается, под низом. Это не очень популярное место. Там, в принципе, не очень много кто был. Но не то, чтобы мы там первые, кто будет. Но сегодня мы решили спуститься под низ Южного моста, посмотреть, что там есть интересного и показать это вам. Но перед классным залазом неплохо было бы подкрепиться. Во, вот какой-то новый бургер, Big Barbecue. В Макдональдсе появился новый бургер, называется Big Barbecue. Он типа сезонный и будет продаваться временно. Мы решили, короче, пока он еще продается, попробовать его. Размеры у него такие впечатлительные. В общем, сейчас будем пробовать и буду делиться с вами своими эмоциями. На вкус очень классный, внутри очень сочный. Ну и размеры такие впечатлительные. Думаю, один можно съесть и наесться, наверное, чуть ли не на целый день. Жека, что скажешь насчет бургера? Да вот я съел половину и уже не знаю, когда есть вторую. Очень сытный. А по вкусу что скажешь? Вкусный? Да, очень сочный. Вот с него аж даже все вытекает. Бургер очень вкусный. Рекомендую вам попробовать, пока он еще есть в меню. Хух, наелись, теперь идем уже к мосту. Сейчас на улице уже так солнышко спряталось. И это хорошо, потому что сейчас у нас очень жаркие дни. Не знаю, как у вас. Пишите, кстати, откуда вы и какая у вас температура воздуха. У нас сейчас каждый день где-то 30-35 градусов. Короче, жарко. И вот на этой жаре, получается, мост нагревается. И внутри, мы под мостом будем внутри находиться. Сама вот эта металлическая конструкция отдает такое тепло. И несмотря на то, что сейчас на улице уже становится слегка прохладней, под мостом еще будет жарко, потому что сам мост будет держать эту теплоту. Наелись, ребята, теперь идем уже к самому южному мосту. Сейчас на улице солнышко уже спряталось, становится немножко прохладней. У нас, кстати, последние дни постоянно очень жарко, где-то 30-35 градусов. Напишите, кстати, откуда вы и какая у вас температура. Вот этот момент, что очень жарко, очень плохо, потому что мы будем находиться внутри моста, так сказать, под низу внутри. И там металлическая конструкция, и она за целый день на этой жаре очень нагрелась. И на улице сейчас становится прохладней, а сам мост, вот эту теплоту, которую он собирал весь день, он сейчас еще пару часов будет ее держать. Стою в начале южного моста и не как обычно иду на него, а спускаюсь под низ. Сейчас, короче, будем искать снизу, где там можно залезть. Мы находимся под южным мостом, послушайте, какие страшные звуки сверху. Только что что-то проезжало, походу это был вагон метро. Короче, сейчас, чтобы вы больше имели представление о том, куда мы полезем, я вам покажу. Поднимаемся, ребята, по горке с таким вот склоном. Итак, ребята, нам сюда не нужно залазить, но я специально залез, чтобы вы больше имели представление, где мы именно будем ходить. В общем, вот тут сверху надо мной ездят машины. А вот здесь что-то типа технического помещения. Я не знаю, честно, как это правильно сказать и для чего это. Что там? Теплотрубы. Просто теплотрубы там внутри под мостом находятся. И ограждены они вот такой вот металлической штукой. И снизу там тоже оно все зашито. И мы сейчас будем попадать туда внутрь. Почему я говорил, что нам сюда не надо подниматься? Ну, мы думали здесь залезть. Но здесь вот такая вот металлическая наваренная везде арматура. И сюда мы внутрь не попадем. Видимо, сюда уже когда-то кто-то лазил. Поэтому нам сейчас придется идти искать новый залаз. В общем, ребята, можно сказать, что мы уже находимся внутри. И вот эти... Это теплотрубы, да? Да, это теплотрубы. Теплотрубы, которые находятся внутри. Мне только что Тимур показал еще одну интересную штуку. Идемте сюда, я вам тоже ее покажу. Вот такая вот штукенция. Тимур, объясни, короче, моим зрителям, для чего это. Это шестеренки для того, чтобы, получается, когда жарко на улице, там плюс 30-40, они как бы откатываются и мост становится чуть шире. А когда холодно, там минус 20, они расширяются и за счет этого мост не может за счет этого упасть. Ты вначале хотел сказать, чуть-чуть длиннее они шире, да? Ну, да. Да, чуть-чуть длиннее. Я помню, очень интересно. Я даже не знал никогда, что мост можно как-то растянуть или сузить. Это называется метро, проехала мимо нас. Очень шумно было, очень страшно. Казалось, что здесь все трусится, как будто мост сейчас обрушится, казалось. Тебе сейчас понравилось. Как мне фору? Давай. Дальше, ребята, у нас на пути вот такая вот дырка. Нам с помощью нее нужно перейти в другую часть моста. Женя уже залез, я сейчас лезу вслед за ним. Жень, возьми фонарик. Да, давай, давай. Опять, походу, над нами едет поезд метро. Тимур еще в белой футболочке пришел. Ай, красава. Почти чистый. Блин. Все, закрываемся. Все, осталось только повесить сюда замок, чтобы за нами не пришла полиция. Кстати, ребята, снизу сейчас будет видно, как едут машины. Вон снизу еще стоит два жужика. Кстати, напишите в комментариях, можно парковаться под мостом или нет. А вон еще видим, запаркованные машины стоят. И вон мотоциклист, который там поставил мотоцикл. А здесь мы, ребята, видим оплет кабеля, а внутри кабеля нет. Видимо, здесь были какие-то мародеры и воровали. Медь. Медь. Медные кабеля, спаливали их. Ну, впрочем, какие всегда. Красавцы. Завел свой мотоцикл. Кстати, посмотрите, ребята, Тимур в футболке. Здесь очень жарко, он уже мокрый, у него на лице видно. А я не знал, что так будет жарко, я одел кофту, но впереди сейчас будет еще намного жарче. Все, ребята, под ногами уже не дорога, а Днепр. И если вот эта решетка, в принципе, провалится, в чем я глубоко сомневаюсь, то мы упадем в воду. Хотя мы как бы знаем, что она не провалится под нами, эта решетка. Мы все равно идем по такому типа швеллеру, или как это правильно назвать. Вон, смотрите, как Женя пошел. Я, в принципе, иду точно так же. Вот мы, ребята, прошли еще где-то 100, может 200 метров. И здесь тоже такая гора вот этой оплетки. Видимо, здесь в одно время очень много было мародеров, и они много здесь цветного металла наворовали. Дальше идем впереди, вроде чисто, но, может быть, еще сейчас найдем такие же самые местяки. Вот я, кстати, ребята, не понимаю людей, которые воруют в таких местах цветной металл. Во-первых, эти провода, наверное, здесь нужны были. Они какое-то необходимое освещение давали на этот мост. Во-вторых, эти кабеля прокладывались за деньги тех же людей, которые их воровали. Эти кабеля ложились за деньги налогоплательщиков. То есть, ну, как бы, как ни крути, даже когда ты просто в магазине покупаешь хлеб, ты все равно какие-то там налоги платишь, даже если ты неофициально где-то работаешь. Получается, блин, странная логика, знаете. Сами у себя воруем. Вот ребята ушли вперед. Я от них отстал, начинаю так немножко быстрее идти. И здесь все уже дрожит, дребезжит. Такие страшные звуки. Вот, кстати, лестница какая-то куда-то ведет. Но я пойду за ребятами дальше. Хлопцы, подождите меня! Все, а? Здесь вроде крепкая решетка, я думаю, она меня выдержит. Это же металл. Кстати, удивительно, как эти решетки еще не поворвал никто. Итак, ребята, что-то я вижу впереди. Какая-то необычная картинка. Все время был такой вид, очень долго. И здесь уже какие-то у нас изменения перед глазами. Так, Женя, отойди, пожалуйста. Не могу, Сережа, не могу места. Нет места, говорит. Вот у нас тут какая-то такая решетка. Сейчас будем смотреть, как нам дальше пройти. Что, через решетку пролазить, походу, придется? Скорее всего, что там есть дырка, в принципе. Ага, вон снизу есть дырка. И мы сейчас, походу, пролезем через вот эту дырку с поднизу. И вылезем в вот эту комнату. Это как будто бы какая-то тюрьма для руферов. Под мостом прям находится. Короче, ребята, сейчас нужно пролезть туда внутрь. Я полезу первым. Серега, наверное, надо было другой стороной. Туда лицом, туда лицом. Туда лицом думаешь? Да, да. Да я так пролезу. Да не, нормально. Самое главное, руку. Дай руку, пожалуйста. Сейчас. Возьмите кадру в зубы. Все, я, в принципе, здесь стою на ногах. Можно сказать, что я нахожусь за решеткой. Так, ребята, идемте дальше. Смотрим, что у нас здесь впереди. Впереди у нас две такие двери. Открытые или закрытые? Закрытые. Это закрыто. Давай, это дайди. О, а это открыто. Фортануло. Потому что пришлось бы, наверное, нам через вот эту какую-то щель. Но я бы, наверное, сюда не пролез бы через эту щель. Пойдемте дальше. Да, палец сразу вот такой вот очень грязный. Опа, здесь у нас растут такие штуки. Я постоянно путаю, как они правильно называются, сталактиты или сталагниты. Сталактиты. Просто одни растут типа вверх, я знаю, вторые вниз. Я постоянно в видео их вижу где-то и постоянно путаю. Кстати, здесь некоторые обломаны. Видимо, кто-то здесь лазил. Ну, неудивительно, что здесь кто-то лазил. Потому что я говорил, мы здесь уже типа далеко не первые. Ого, смотрите, ребята, какой паук. Я в него чуть только что лицом не нырнул. Здесь, видимо, реально давно людей не было. Потому что все поросло такими паутинами. Кстати, паучок нас испугался. Извини, паучок, что мы пришли в твой дом. Многие из моих зрителей знают, как выглядят ванты на Южном мосту. И если не знаете, я вам где-то тут ставлю картинку, вы, короче, поймете. И мне всегда было интересно, куда же они крепятся. И смотрите, они просто уходят вот под землю. Железная пластина жесткая. Вот, постучи по ней, потому что мне руки заняты. И вот как-то в нее они вот таким образом крепятся. Видимо, что здесь не одна, а их несколько здесь. Ну, типа сверху, снизу и бетонная проставка. Ну да, и вот, короче, здесь они начались, ребята. И туда очень далеко-далеко-далеко вот так идут. Потому что вант на этом мосту много. Кстати, интересно, как их натягивают? Ты не знаешь, как их натягивают? Да. Есть болты. И вставляют, и натяжку делают. Просто вот крутят, крутят и за счет этого натягивают. Офигеть. И вот очень удивительно, что вот этот болтик с таким маленьким количеством сварки просто держит такую нагрузку. Либо же по-другому, либо же шевает. Ну, либо, мне кажется, как-то по-другому, скорее всего, их натягивают. Ребят, по поводу того, как натягивают ванты, это всего лишь наши догадки. Поэтому не судите строго. Если вы знаете, как они реально натягиваются, пишите в комментарии. Потому что, мне кажется, эти ванты очень много держат. Да, если вот этот болтик что-то вставить и покрутить. Нет, посмотри разницу этой и вот этой вот. Ну, как бы, что она отличает? Ну да, скорее всего, сюда что-то вставляют. Но, мне кажется, если вот сюда что-то вставить и покрутить, много тот болтик не выдержит. То есть, та гаечка много там не выдержит. Короче, ребята, я шел вдоль вот этих вант. Мне было интересно посчитать, сколько их здесь. Но, в какой-то момент я заметил, что все они подписаны. Вот, смотрите, 35, 36. Я так понял, это не по парам подписаны. Получается, 36 пар по два. Это выходит, сколько у нас? 72 ванты. С одной стороны. С одной стороны, да. Что дальше у нас тут? Тупик закрыт. Что, возвращаемся обратно? Пошли обратно. Вот здесь, ребята, заканчиваются ванты. И тупик закрыт. Сломать мы, короче, руками эту дверь не сможем. Поэтому, наверное, придется нам возвращаться и искать какой-то другой проход. Хотя, в принципе, ребята, вот тут над вот этой теплотрубой есть вот такая вот дырочка. И сверху на ней поржавевший такой вот металлический угольник. Кстати, вот так он печальненько выглядит. Но мы туда не пролезем. Тимур еще, может быть, пролез бы, но мы с Женей точно не пролезем туда. Поэтому возвращаемся обратно. Итак, ребята, мы вернулись в комнату, где было две двери. Вот это одна закрытая и одна открытая. Мы пошли в открытую, а здесь, оказывается, есть еще проход прямо. И сейчас мы идем сюда. О, где-то тут Женя ударился головой только что. Об эту штуку. Поэтому я постараюсь там не ударяться головой. Идемте дальше. Итак, ребята, шли мы, шли. И снизу свет из улицы. Мы решили туда спуститься, посмотреть, что там. Наверное, мы сейчас будем иметь доступ к воде. И оттуда, наверное, можно было бы прыгнуть в воду. Да, ребята, я был прав. Вот он выход к воде. Отсюда можно прыгнуть вниз. Да, ребята, я был прав. Мы спустились к воде. Отсюда, в принципе, можно прыгнуть в воду. Я, кстати, не знаю, какая здесь глубина. Но это Днепр. Мы практически на середине Днепра. Я думаю, что здесь достаточно глубоко. Кстати, вон плавают какие-то катера. Вон чувак на лодке. А здесь висит кусок какой-то веревки. Скорее всего, это веревка рабочих, которые обслуживали мост. То есть его там периодически походу красят какие-то промальповцы. Кстати, вон я вижу много-много еще веревок. Вон там у меня за спиной. Можете посмотреть, если вам видно. Если не видно, просто поверьте на слово. Там много веревок. Итак, ребята, мы немножко полюбовались закатиком. Закат, кстати, с другой стороны был. Мы нифига не видели. Короче, постояли там пару минут. И наша экспедиция продолжается. Вот такой идешь, идешь, идешь. А потом бац, туда внутрь падаешь. Кстати, вот здесь паучок какой-то живет. Ладно, идемте дальше. Шли мы, шли, ребята, и нашли вот такой вот отросток. С ноги? Ну давай. Подержи только камеру. Подержи, подержи свет. А если там арматура, реально? Я сейчас такой с разбегу. Нет, нет. Точно нету? Нет, нет. Ну ладно. Давай, раз. Так ты не забывай, это штука... Как каменная, да? Много-много лет. Я понял. Да. Я, конечно, вандал, вы напишите, но ничего страшного от этого не произошло. Подумаешь себе, росло оно тут годами. Столетиями даже. Столетиями даже. Думаешь, столетиями? Сколько лет этому мосту? Сколько лет? А я не паузу. Напишите, ребята, в каком году построен был Южный мост. Только не смотрите в Википедии. Напишите, потому что мне самому интересно. Тимур говорит, что где-то в 90-х годах его построили. Итак, ребята, шли мы, шли по вот этому тоннелю. Он очень длинный, не знаю, сколько мы по нему шли. И тут Женя говорит, а давайте взорвем петарду. Чтобы вы понимали, здесь дикое эхо. Я сейчас попытаюсь крикнуть. Понятия не имею, что он в камере слышно. Но эхо было. И если мы здесь взорвем П-1000, петарду, то, блин, будет очень громко. П-2000. П-2000? Ух ты, она же вообще лютая такая, она громкая. Ну, все. Все, полетели. Офигеть, какой звук был. Тимур успел уши закрыть. А у меня в одной руке был фонарик, во второй камера. И я нифига не закрыл, меня реально немного заглушило. Это всего лишь П-2000. Офигеть просто. Ладно, идем дальше. Шли мы, шли, ребята, и наконец пришли. Кстати, смотрите, здесь какое-то бревно. Видимо, кто-то сжег костер. Еще, видимо, с советских времен осталось кое-что. Я так понимаю, скорее всего, со школы какой-то, со спортивного зала. Лестница такая, стремяночка. И вот здесь у нас открытая дверь. Жека пошел первый. Сейчас посмотрит, что там. Короче, ребята, вылезли мы с вот этих дверей. И вот здесь такой вот тупик. Нужно ломать, чтобы попасть туда внутрь. Поломать мы это все не будем. Мы пойдем каким-то другим путем. Я прям чувствую, что здесь уже пахнет улица. Вот если под вот эту стремянку посветить туда вниз, то видно, через метров 10 уже земля. Я не знаю, как вам видно, потому что на улице уже немножко потемнело. Идемте, короче, искать какую-то дырку. Мы, кстати, видели, что здесь по бокам бывают такие вентиляционные дырки. И мы сейчас через одну такую вентиляционную дырку попытаемся спуститься на улицу. А вот и дырка, ребята, про которую я вам говорил. Здесь, кстати, внутри, надеюсь, вам видно, паутинка. Но нам пофиг, мы сейчас через вот эту паутину попадем туда внутрь. Я не первый. Давайте я первый, похуй. Просто паутинка была, я надеюсь, в ней не сидел никакой большой такой паук. И он не укусит меня за ногу. А потом Сережа трейсер станет. С пидермэном. Дайте мне какой-то свет. Так, ребята, я внутри. Блин, засвечиваю себе глаза фарой, ни хрена не видно. Давайте лучше буду снимать не себя, а показывать вам, что тут. Очередная теплотруба. А здесь у нас Женя. Дырка, в принципе, большая. Через нее достаточно комфортно пролазить. Бляха-муха, смотри, сколько пауков. Ааа, пауки! Ты боишься пауков? Нет. Блин, я хотел тебя напугать. Только тараканов. Только тараканов боишься? Я понял. Так, давай. Ты так не бросай больше кинточек. Капец, сколько пауков. Вон тут еще внутри пауки. Туда пасто. Где ему? Ты портфель. Блядь. Дебил, ты чуть его в воду не уронил. Капец, ребята, пауки, 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 пауки. Ужас, сколько пауков. Говорят, пауки это к деньгам. Надеюсь, мы здесь деньги найдем. Я на самом деле очень боюсь пауков. Ну, в этой ситуации я лез. Я понимал, что, скорее всего, они там есть, потому что мы пока шли, очень много пауков встретили. Но мне почему-то было не страшно. Потому что, когда ты просто дома сидишь и отдыхаешь, пауки, это страшно. А когда ты что-то такое трешовое делаешь, то тебе вообще пофиг. Там пауки, крысы, змеи, что угодно. Правда, очень жарко, некомфортно. Ай, я пока, ребята, светил себе в лицо, вот тут ходил. И вот головой практически возле этого паука черкнул. Короче, нужно светить реально себе под ноги и внимательно смотреть, куда ты идешь. Кстати, что у нас тут? А тут, походу, дырка вверх. Серега, ты не почистый уже? Да? Сильно чистый? Давайте сниму. Да не, спину покажи просто. Пацаны мне говорят, что я очень чистый. Давайте вы сперва посмотрите, а потом я на монтаже посмотрю, какой я чистый. О, спина, это вообще прелесть. Огонь, правда, спина? Петарда. Ты бил. Петарда, а! Тимур бросил петарду и в последний момент меня предупредил. И я, короче, опять не успел закрыть уши. Короче, идем мы, ребята, где-то вперед. Вернее, в конец моста. Точнее, уже пришли. В поисках выхода. И уже нашли, походу, да? Да. Да, вон есть какой-то переход вниз. И, скорее всего, мы сейчас будем на улице. Вот такой вот люк. Пойдемте вниз. А тут у нас, в принципе, уже улица. Сколько тут метров вниз? Не знаю. Ну, метров пять, я думаю, не больше. На улице уже так слегка пасмурно. Перегать не будем сюда? Нет. Спустимся по веревочке? Ты хочешь прыгнуть? Да нет. Я тоже думаю, лучше по веревочке. Мы примерно понимали, что нас здесь сегодня ждет. И, ну, не всегда, но часто мы с собой на подобные движухи берем веревки. И сегодняшний день не исключение. Сейчас, короче, привяжем походу сюда веревку. Вернее, не привяжем, возьмем вдвое. По сдвоенной веревке спустимся вниз. Ну, и потом, короче, сдернем ее просто вниз. И мы, короче, с веревкой окажемся внизу. Вот здесь у нас, ребята, под ногами болото. Мы решили в болото прям не прыгать. Пройдемся немножко туда вперед. Там вроде бы сухо. Я надеюсь, фонарик добивает, и все видно. О, тут, кстати, даже пониже, ребята. Ну, не то, чтобы очень низко, но намного пониже. И веревка нам, в принципе, не надо. Здесь можно просто спрыгнуть. Ну, что, давай ты первый. Я сниму, как ты прыгнешь. Брошу тебе камеру, потом снимешь, как я прыгаю. Ну, здесь метра три, может, четыре от силы. Вообще, высота бывает обманчивая. Так что будь осторожен. Если хочешь, можешь по веревке. Да, давайте по веревке. Давай по веревке, это самое правильное. Да, тут очень высокий. Кажется, просто низко, но на самом деле здесь может быть нифига не низко. Я могу спрыгнуть. Ну, не надо прыгнуть. Я тебе дверку оставить. Не надо, не надо прыгнуть. Не надо, не рост. Не, ну, прыгайте руки. Кстати, здесь, ребята, стенка под углом, можно просто на жопе съехать. Жень, ты повиснешь сейчас руками и спрыгнешь просто. Смотри, да, повисни на руках. А, шат. Ну, все, изи. Все, принц, специальные вещи снизу, можно опускаться. Изи, дай быстренько. Бум. Давай рюкзак. Короче, ребята, мы спустились с моста, мы очень грязные. Мы решили подойти вот сюда к воде, чтобы помыть руки. И смотрите, что мы видим у меня за спиной. Сейчас уже слегка темновато, но я надеюсь, хоть что-то вам-то видно сзади. Короче, сзади что-то, ну, как будто бы завод, либо предприятие какое-то маленькое. И с виду оно в не очень хорошем состоянии, скорее всего, оно заброшено. И я думаю, что мы сейчас отправимся туда. Но это уже, скорее всего, будет следующее видео, потому что все-таки мост это мост, а завод это завод. Не будем их как бы смешивать. Так что, ребят, если вы хотите увидеть, что будет в следующем видео, я вам сейчас накидаю маленьких спойлеров. Если там, конечно, будет что-то интересное. Но если не будет, то, блин, не будет так и не будет. Короче, ребята, мы пришли помыть сюда руки. И вон там, смотрите, что находится. Я надеюсь, вам что-то видно, потому что сейчас уже слегка темно. Там как будто бы какой-то то ли маленький завод, то ли цех какой-то, то ли предприятие. Непонятно. В общем, мы сейчас идем туда. Я вам сейчас накидаю легеньких спойлеров. Я еще сам не знаю, что там будет. Но это уже будет отдельное видео. Так что, если хотите, чтобы отдельное видео вышло как можно быстрее, ставьте лайки мне. Чем больше ваших лайков, тем быстрее выйдет следующее видео. Еще, короче, про Тимура хочу сказать. Тимур на этом мосту был сверху тысячу раз и один раз под мостом. Он наверх туда вводит экскурсии. Это, ну, не совсем законно. Поэтому, если вам есть 18 лет и больше, то есть меньше 18, можете даже не писать. Короче, я оставлю на Тимура ссылочку в описании. Там будет его инстаграм. Пишите ему в директ. Он проводит туда наверх платные экскурсии. Он там был очень много раз. Максимум безопасно, потому что, ну... Максимально, сейчас максимально безопасно. Даже те люди, которые строили этот мост, они столько раз на этом мосту не были. Те люди, которые обслуживают, они тоже там не были. У Тимура даже... Можно показать твое татуху? У него даже татуха южного моста на руке есть. Поэтому, ребята, Тимура инстаграм в описании. Хотите подняться наверх? Без принималого, без ничего. Короче, ссылка в описании, разберете, что делать. Ну все, ребят, а мы погнали туда. Вы ставьте лайк, я вам сейчас накидаю легеньких спойлеров. Так что всем пока. Обычно через такие вентиляционные шахты можно попасть внутрь бомбаря. И будем, наверное, сейчас со всех ног вываливать ее. Давайте, короче, попробую ее это. Да, она шевелится. Я думаю, мы ее откроем. Это было проще, чем мне казалось. Три. Еще раз. Раз, два, три. Давай, еще одна, две плюхи, и мы выломаем. Раз, два, три.